Один человек погиб в результате пожара, который произошел в степи после падения части ракеты близ Жизказгана. Подробности журналистам сообщил официальный представитель комитета по чрезвычайным ситуациям Руслан Иманкулов. 14 июня вечером поступило сообщение о том, что в 20 километрах в юго-западном направлении от села Талаб произошло возгорание сухой травы. Причиной возгорания стало падение отделяющихся частей ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космодрома Байконур. Отмечается, что падение произошло в запланированных зонах. При ударе боковых блоков о земную поверхность в районе падения произошло возгорание растительного покрова и сухостоя. Начался сильный пожар, который в результате сильного ветра начал с большой скоростью распространяться на огромной территории. Незамедлительно после начала пожара силы наземной поездковой группы приступили к проведению мероприятий по локализации и тушению пожара. В ликвидации степного пожара были задействованы 61 человек и 22 единицы техники. Площадь пожара составила более 10 тысяч гектаров. Сильный ветер, была жаркая погода. Все это спровоцировало большой степной пожар объемом площадью более 10 тысяч гектаров. Но благодаря тем усилиям, которые мы уже мобилизовали с города Жизгазган, это пожарные части наши, акционерные общества, корпорации «Казахмаз» и добровольное противопожарное формирование Акимата, поселка Талаб, смогли удержать пожар и локализовать уже к часу ночи, полностью ликвидировать в тремя часа. В результате пожара от полученных ожогов скончался гражданин 64-го года рождения. Еще один гражданин 1968-го года рождения госпитализирован в больницу Жизгазгана. Они выполняли работы по сбору отделяемых частей ракет-носителей. В управлении здравоохранения отмечают, что пострадавший находится в тяжелом состоянии. У него обожжено 45% тела. Он сейчас находится в отделении реанимации, в тяжелом состоянии. Сейчас решается вопрос, возможно, о его транспортировке в клинику имени Макожанова. Но это все будет зависеть от его состояния, конечно же, дальнейшего. В аэрокосмическом комитете Министерства обороны сообщили, что боковые части ракеты «Союз» падают на землю раскаленными. Был сильный ветер, что и стало причиной пожара в степи. Погибший мужчина был водителем КАМАЗа, сотрудником российского предприятия НПО «Машиностроение». Мирам Гульсал Кимбаева, Андрей Тен, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский.